Музыка Я приветствую вас, друзья, на телеканале Гродно+. Сегодня званый гость. И сегодня будем говорить о нашей медицине. Да, существует множество проблем у медицины, но тем не менее медицина сегодня делает все для того, чтобы быть лучше, совершенней, для того, чтобы прийти на помощь в любой момент каждому из нас. Потому что мы все пациенты, наших докторов, ну так уж устроена жизнь человека, что мы подвержены и вирусам, и каким-то заболеваниям. И сегодня без медицины никто из нас обойтись не может. Ну и вот именно на эту тему, о том, какой медицина сегодня стала для нас, для всех. Мы будем говорить с исполняющими обязанностями главного врача областной клинической больницы, Гронинской областной клинической больницы, Сергеем Владимировичем Тишковским. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Добрый день, Александр Иосифович. Добрый день, уважаемые телезрители. Спасибо, что нашли время от ваших пациентов, перебрались к нам сюда, в нашу студию. Но, тем не менее, мы будем все-таки говорить о медицине, о том, что сегодня в Гронинской областной клинической больнице сделано для того, чтобы наши гронинцы, жители нашей области, побыстрее поправлялись в свое здоровье. Вот я знаю вашу клинику и 10, и 20 лет назад. Ну, даже если взять 10 лет назад и сегодня, ну, это не узнать. Потому что клиника стала совсем другим медицинским учреждением. Она приобрела и европейское лицо какое-то, и она оснащена самой современной техникой. Ведь признаете, что лет 10 назад вы тоже не мечтали, что такие реформы в медицине произойдут? И то, что раньше невозможно было выполнять какие-то медицинские операции, манипуляции в нашей больнице, сегодня это возможно? Слава Иосифович, да, согласен полностью с вами, что в медицине очень многое изменилось. Но, скажем так, что все-таки все эти изменения, они происходят под руководством кого-то. То есть они не могут происходить просто сами по себе. И хотел бы я сказать, что нашей больницей на настоящий момент руководит кандидат медицинских наук, доцент, советский Святослав Довардович. Ну, я вот хотел сразу уточнить, я знаю, что он болеет, и как здоровье, Станислав Довардович. Вы знаете, слава богу, мы. Святослав Довардович сегодня находится в Минске, выполнена операция, удачно, настроение у него хорошее, мы с ним созваниваемся периодически, он интересуется, как у нас дела на работе, но мы у него интересуемся, как у него дела со здоровьем. Ну, слава богу, все нормально, он себя чувствует хорошо, настроение у него отличное. Ну, тем не менее, вот то, что сегодня есть, это заслуга и, конечно, доктора Савицкого, и ваша заслуга, и заслуга всего коллектива. Ну, и, наверное, немалая степень заслуга и нашего областного руководства, которое очень твердо и уверенно проводит эту реформу в медицине. То есть задача стояла за короткий срок сделать преобразование, которое выведут нашу медицину на совершенно другой уровень, на европейский уровень. Ну, вот вы и за рубежом ведь бываете, и можете сравнивать, раньше только мечтали о том, чтобы это было, а сегодня как? Сегодня что говорят ваши зарубежные партнеры? Значит, Александр Ильич, часто бываем за границей, ну, не так часто, как хотелось бы, может быть, бываем и в Польше, бывают наши коллеги в Литве и в Латвии, и в более дальнем зарубежье. Приезжают к нам по обмену опытом коллеги из Польши, из Белостока, из Варшавы, и, скажем так, посещая наше учреждение, видя наши стены, видя наше оборудование, в виде довольной лица наших пациентов, они нам говорят, что у вас на таком уровне, в общем-то, все развивается, что даже кое-где мы можем и позавидовать. Почему? Потому что они нас даже, когда приглашают в клиники Польши, мы видим, у них тоже идет какая-то модернизация процесса, идет строительство, вкладываются финансы в это дело все, и где-то они от нас отстают. То есть у нас в настоящий момент, вот в эти последние особенно годы, в нашей стране, руководством нашей страны выделяются огромные средства для того, чтобы наши пациенты себя чувствовали нормально, чтобы здоровье улучшалось, чтобы показатели демографические стабилизировались, и в конечном итоге рождаемость увеличилась, а смертность населения уменьшалась. Ну вот недавно наш телеканал показал сюжет о транспансации, пересадке почки, которая стала возможна уже в нашей клинике. Раньше ведь в Минск ездили, за рубежом где-то, а сейчас это возможно у нас. То есть это еще одно достижение. Жанин Александрович, я вам скажу, что мы к этому долго шли, и к этому, скажем, шла, ну, не очень долго, но все-таки такими поступательное движение было такое, скажем, упорное во всей стране. Начиналось все в Минске, да, но постепенно и начали выполнять пересадки и регионы нашей республики, то есть области. На сегодняшний день, да, у нас в области нашей, на базе нашей областной клинической больницы открыто отделение трансплантации органов и тканей, возглавляет его Паваланский Юрий. И в этом году мы уже выполнили 15 операций по трансплантации почек. Конечно же, планы у нас грандиозные. Это будет в дальнейшем и пересадка печени, и стволовых клеток. И я думаю, когда-то мы на нашем областном уровне сможем сделать практически все возможные операции, которые выполняются как в Минске, так и за пределами нашей страны. Ну и вот еще одна ведь важная, существенная деталь, что, наверное, является тем социальным пакетом, который раздражает наших соседей в Евросоюзе, то, что ведь пересадка почки и трансплантация органов у нас для граждан нашей страны производится бесплатно, хотя это очень дорогая операция. Операция, в самом деле, очень дорогая. И после того, как происходит пересадка, наши пациенты должны очень длительное время принимать препараты, которые подавляют иммунную систему для того, чтобы не произошло отторжение вот этого органа. И поверьте мне, что суммы, выделяемые ежемесячно для этого, очень большие. Но, опять-таки, наши пациенты эту помощь получают бесплатно за счет средств нашего государства. Ну вот, вот это вот один из главных существенных факторов того социального пакета, который все-таки есть. Мы рассказывали об операциях на сердце у ваших коллег в кардиологическом центре тоже, видите, это дорогие операции и бесплатные операции. Ну, а вообще, если сравнить оборудование, которое было и которое сейчас у вас, ведь у вас поэтапно, по всем отделениям идет замена устаревшего оборудования самым современным, самым новичным. Вот чем доктор Тишковский может гордиться сегодня? Ну, на сегодняшний день я, конечно, в первую очередь хочу погордиться наличием нашего МРТ-аппарата нового, который начал функционировать в этом году. Это магнитно-резонансный томограф мощностью на полторы Тесла. И в тот момент, когда он устанавливался, он был практически единственным в республике по своим возможностям. И на сегодняшний день где-то и в Минске уже, конечно же, устанавливаются подобные аппараты. Но в тот момент, когда он устанавливался, он был самым практически лучшим и по возможности самым современным на всю республику. Я видел, по съемкам наших журналистов, там можно рассмотреть даже, ну, миллиметры ткани в цвете. Дело в том, что да. Если раньше, например, немножко была картина смазанная, то с помощью каких-то математических ремоделирований и так далее, можно восстановить картину настолько четкую, что уже специалист не будет сомневаться в своем заключении. Диагноз можно поставить точно. Сколько стоила эта покупка бюджета? Покупка стоила большую сумму около 2 миллионов евро. 2 миллиона евро. И я вам хочу добавить, что покупка эта была выполнена не только за счет республиканского бюджета, а 50 на 50 с бюджетом нашим областным. То есть наш губернатор пошел к нам навстречу, и деньги эти были выделены, и все-таки мы получили этот аппарат. И наша областная больница им может вердиться. Ну, постепенно идет модернизация и в различных других отделениях. Вот, допустим, даже взять отделение, где лечат глазные заболевания. Ведь раньше просто оно было глазное отделение, а сегодня как оно называется? Ну, в микрохирургии глаза оно называется отделение. Но я вам скажу, что это отделение тоже прошло такой путь нелегкий. Там было и терапевтическим оно когда-то, было два отделения, было одно. Но в конечном итоге на сегодняшний день это отделение импирогии глаза, и в нем на сегодняшний день имеются и койки для лечения наших маленьких пациентов, деток. То есть детская помощь офтальмологическая оказывается на базе нашей грудинской областной больницы. И все операции, которые выполняются по замене хрусталика, по операции на стекловидном теле, на лазерной коррекции каких-то изменений на сетчатке, она выполняется на современных новых аппаратах. Да, импортные аппараты есть у нас, ничем не уступающие по качеству аппаратам нашего зарубежья. Поэтому наши люди получают помощь на столько квалифицированную, полноценную, что нельзя сказать, что уделяется мало внимания зрению наших пациентов. Это самому важному, можно сказать так, чему человек радуется. Ну вот я просматривая ваши новинки, наткнулся на такое непонятное для меня выражение, инсулиновая помпа. Что это такое? Это тоже ведь новинка? Ну, скажем так, что у нас она новинка. У нас она новинка. На сегодняшний день установлена эта помпа. Обучены наши специалисты в Минске, в республиканском центре больного лечения и реабилитации. Это эндокринология? Там, в том числе, эндокринология в этом центре консультативном. Они были там обучены, также они обучались в Киеве. Сейчас помпа эта установлена, они умеют это делать. И суть заключается, помпа инсулиновая в том, что она не только подает инсулин, но она еще, эта помпа и определяет уровень глюкозы в крови. То есть, и есть там такой маленький нюанс, если вдруг у человека глюкоза снижается до какого-то определенного критического уровня, эта помпа блокируется, инсулин не поступает. То есть, человек в такое тяжелое состояние, как гипокликемия, уже не попадет, то есть, сознание он не потягивает. Но это только для стационарного лечения? Вы знаете, это только начало. И эта помпа была установлена беременной, первая помпа. Ну, в дальнейшем будут эти помпы закупаться. Ну и есть у нас, скажем, люди в стране, которые имеют средства ее приобрести. Для больницы бесплатно поставить? Ну, нет, для себя. А для больницы будем закупать мы за счет средств нашего, конечно же, бюджета. Но пациентам это бесплатная процедура. Если это закупается для средств бюджета, то, конечно же, это бесплатно. Ну, а рентгеновские исследования, они тоже претерпели изменения? На сегодняшний день очень интересна такая технология. Вы же все помните, как мы использовали пленки, пленки, пленки. Ну, как пленку сархивировать? Ее сложно сархивировать. На сегодняшний день у нас выполняется рентген в цифровом варианте, скажем так. То есть, выполняется, потом это изображение оцифровывается. И в конечном итоге помещается, скажем так, в архив. Его можно просмотреть из любой точки больницы. Существует такая специальная программа Махаон. Она находится на 150 рабочих местах наших сотрудников. И любой доктор, ему не надо бежать, поднимать снимок где-то в архиве, смотреть. Он нажимает, скажем, легким движением руки, нажимает кнопочку. И снимок этот видит в хорошем качестве, в хорошем исполнении, естественно. Не может сравнивать. То, что сегодня и то, что было вчера. А если взять, например, есть такой компьютерный томограф исследования, тоже всем известное. Он рентгенологический, скажем так. Есть, что там надо... облучение там тоже есть. Там делается многосрезовое спиральное исследование. И когда включается вот эта вот программа Махаон, то мы можем, вращая колесиком мышки, смотреть посрезово. То есть, как бы вот в таком исполнении не на плоскости, а объемном. То есть, опухоль можем посмотреть, например, в легком, от верхушки до ее, скажем так, основания нижней части. То есть, все с визуализацией у нас в областной больнице проблем нет. Также, как и с таким понятием, как информатизация. Ну, вот информатизация тоже это очень важный момент. И вы одни из первых, насколько я знаю, переходите на электронные истории болезни. Что это такое? Вот об этом немножечко. Александр Ильич, я вам хочу сказать, что мы уже практически перешли и давно были готовы к тому, чтобы получить электронную подпись. Но мы ведь локомотив, а локомотив всегда идет впереди, остальные немножко сзади, мы их подтягиваем. И это такое облегчение труда врачей вы сделаете. Ведь самая рутинная работа писать эти истории болезни затрагивает огромное количество и людей, и времени для доктора. Ну, вы посмотрите, во-первых, сколько бумаги пользуются. Во-вторых, вот эти анализы, где-то бегать собирать, кардиограммы с больницы. Здесь в данный момент, опять-таки, нажатием одной кнопочки, все вот эти исследования, у нас есть такая графа коллеги, мы нажимаем, и все исследования туда подтягиваются автоматически из всей больницы. То есть, все, что было сделано в нашей областной клинической больнице, оно уже в базе. То есть, мне достаточно со своего места рабочего ввести фамилию пациента, нажимаю кнопку, и высвечиваются все его исследования, анализы, ЭКГ, осмотр лечащего врача, и много-много. Если это операция была, значит, протокол операции я могу просмотреть. Если он уже выписан, уже готовая выписка, я могу даже ее со своего компьютера распечатывать, если вдруг понадобится. И я вообще могу своим доступом зайти с любого места, используя свой пароль, с любого места областной клинической больницы. И посмотреть, что же все-таки творится с пациентом нашим. Для этого мне не надо поднимать трубку, искать врача, чтобы узнать, что с этим пациентом. Я могу сам посмотреть. Опять-таки, это, скажем так, ограничивает вот этот отрыв от производства наших врачей. А вообще, я скажу, у меня главное мое направление, вот главная мысль моей работы, это все сделать так, чтобы доктор максимально своего, максимально время свое уделял пациенту. Потому что основная задача, вот мы все работаем, все наше здравоохранение, больница наша, вот все, что мы это делаем, компьютеризация, информатизация, это же только направлено для того, чтобы помочь пациенту. Основная задача вылечить, обследовать, вылечить пациента, чтобы он был доволен. Ну и вот качество, качество лечения, это важнейшая тоже составляющая вашей работы. Как вот сегодня она на фоне того, что приобретена новейшая техника, помогает это улучшить и диагностику, и сам ход лечения больных? Хочу сказать так, что учитывая, что вот эта техника появляется, следовательно, все моменты диагностические, они ускоряются. То есть, человеку, если раньше ему надо было лежать, быть госпитализирован в клинике, там 15 дней, 14 дней, 12, то мы сейчас за 1-2 дня практически можем провести любое исследование. А все остальное время мы будем уделять лечению пациента. Последний год мы достигли того, что средняя продолжительность пребывания нашего пациента в больнице была 10 дней, хотя когда-то было и 11, и 12, и 13, и 14. Укоротив пребывание пациента на койке, мы тем самым увеличили пребывание, количество пациентов. То есть, мы можем оказать достойную помощь большему количеству людей, граждан нашей области. Хорошо. А лекарства, техника, конечно, очень дорогая, и спасибо государству за то, что оно позаботилось, повсеместно идет модернизация всей медицины, всей системы здравоохранения. А вот лекарства, как с этим, ведь это тоже одна из существенных проблем по лечению людей. Значит, что касается медикаментов, несомненно, количество ассигнований выделяется с каждым годом больше и больше. Особенно это было заметно в последние годы, когда тут были определенные финансовые нюансы, количество ассигнований было выделено значительное. На сегодняшний день очень множество медикаментов выпускается в нашей республике, и они ничем по качеству не уступают импортным. Поэтому все медикаменты, которые имеют аналоги наши белорусские, мы закупаем белорусские. Ну скажите честно, пациенту не надо нести какие-то лекарства, покупать их где-то в аптеку самому. А вы знаете, в смысле вы имеете в виду с собой приносить из дома? Да. Нет, такого у нас нету, и в принципе давно уже и не было. Но у нас мы можем предложить, согласно нашему перечню, у нас существует определенный перечень медикаментов, мы можем предложить. Но, пожалуйста, у нас есть такое понятие, как еще и внебюджетная деятельность. Если ты не хочешь наш медикамент, ты можешь пойти его опять-таки приобрести, и опять-таки это пойдет за счет нашей внебюджетной деятельности. У нас тоже есть план выполнения платных услуг, и мы его выполняем ежегодно. И план этот не маленький, это миллиарды белорусских рублей, мы выполняем его. Сергей Иванович, ну а вот все-таки лекарства, и государство ставит задачу импортозамещения. Эти лекарства, которые выпускают в нашей стране, они по качеству не хуже ведь, чем западные аналоги? Нет, они не хуже. Так я вот и хочу вам повториться, что если этот медикамент белорусский есть, мы используем его. Если у нас такого нету, но он есть только импортный, ну, приходится покупать импортное. Но я знаю, что на сегодняшний день и наши беломедпрепараты, и еще какие-то есть у нас, и в Скиделе завод, они налаживают выпуск всех медикаментов, аналогичных импортным, и они, естественно, наши белорусские, они получаются дешевле, и тем самым помогают сэкономить средства бюджетные нашей страны. Сколько человек через областную клиническую больницу проходит за год? Значит, у нас вообще 1036 коек в больнице рассчитано. Одновременно? Да. А вообще за год где-то от 30 до 32 тысяч пациентов проходит через руки наших врачей. Хорошо. А следите вы потом за их здоровьем, за их состоянием после лечения у вас? Дело в том, что есть такие пациенты, вот, например, есть пациенты нашего эндокринологического отделения, они к нам раз в год попадают, поэтому мы обязательно следим. Но есть такое понятие, как диспансеризация, то есть если пациент у нас прошел курс лечения, ему выписывается эпикриз, то есть выписка, скажем так, по-простому, он после этого поступает, мы в электронном варианте эту выписку отсылаем по месту его жительства, то есть даже если он не захочет подойти к доктору, доктор все равно получает выписку, он знает, что он выписывает с нашей больницы, и после этого больной наблюдается у них. Если же какие-то возникают вопросы по поводу лечения, на базе нашей больницы, на базе других больниц проходят различные конференции, на которых мы обсуждаем, как мы лечили пациента, какой был итог этого лечения. То есть если возникают какие-то недомолвки, мы всегда их обсуждаем, у нас существует преемственность и взаимодействие, преемственность у нас и взаимодействие с другими медицинскими учреждениями. Хорошо, вот новинки медицинских методик, ведь в мире что-то постоянно появляется новое. Как ваши доктора следят за этим? Я, например, в Болгарии был в одной клинике, тогда в ординаторской заметил такие ячейки, написанные фамилии докторов, и лежат журналы свежие по их тематике. И главный врач сказал, говорит, вот ей дается на месяц этот журнал, она должна прочитать все новинки и затем доложить на совете в ординаторской, что она нового узнала. У вас как с этим? Значит, у нас дополнительно к тому, что вы сказали, ну, примерно то же самое. У нас есть журнал «Медицинские новости», «Здравоохранение», есть всем известный вам, нам и нашим телезрителям «Медицинский вестник». Очень много есть журналов и наших, и российских, и импортных, их просто тысячи по разным специальностям. Это одно. Каждый год в наши больницы внедряются различные методики. Внедряют наши врачи около 400 методик заимствованных, у нас около 80 рациональных предложений, около 100 публикаций ежегодно. Также у нас проводятся онлайн-конференции с Россией, с Польшей, с Литвой, с Латвией. То есть мы делаем, то есть наши специалисты где-то, скажем так, кто-то выискивает, когда-то информация автоматически приходит по различным каналам связи по интернету, мы используем эту информацию, регистрируемся на какой-то онлайн-конференции, у нас в зале стоит экран, стоит видеопроектор, мы подключаемся, и не выезжая куда-то далеко, скажем, опять-таки экономим бюджетные средства, проводится конференция, мы задаем вопросы, нам задают вопросы, и мы интерактивно общаемся. И таким же образом вы консультируете и районные больницы Гродницкой области? Я все хотел услышать, когда вы этот вопрос зададите, и вы наконец-таки его задали. Да, у нас есть такое понятие, как телемедицина, у нас есть специальный кабинет, у нас есть доктор, у нас необходимое оборудование, хотя оно не настолько и сложное, это оборудование, но оно у нас есть. Значит, в чем проявляется телемедицина? Ну, в том, опять-таки мы хотим сохранить жизнь пациента, мы хотим облегчить его жизнь, чтобы он не приезжал, не стоял в очередях в поликлинике, а чтобы он, сидя дома, ну не дома, конечно, а в своем населенном пункте, обратился к доктору, мы, они предварительно нам высылают по нему информацию медицинскую, все анализы, все исследования, специалист определенный изучает данные, изучает вот эти данные все, и после этого мы назначаем время связи для проведения вот этого телемедицинского консультирования, после чего врач и пациент выходят в эфир, и наши специалисты, надо и несколько специалистов, и заведующий, может быть разные специалисты разного профиля, мы консультируем этих пациентов и принимаем какое-то решение, и если можно дальнейшем его лечить по месту жительства, он лечится там, если нет, мы согласуем дату, и больной госпитализируется, это один, скажем так, раздел. Потом существует еще раздел консультирования каких-то определенных моментов, например, у нас врачи, вот по рентген-компьютерной томографии, учитывая, что эти аппараты стоят и в нескольких еще районах, они консультируют, потому что имеют очень большой опыт работы и могут подсказать. То есть присылают снимки по специально выделенной линии, они консультируют, отправляют назад. То есть, а мы в свою очередь можем то же самое, связаться с республикой, и они нам могут помочь. Но уже и врачи скорой помощи со своих машин тоже могут связываться и консультироваться. Ну, в принципе, со своими клиниками. Да, да, это есть, но, к сожалению, скорая помощь не к нам относится, поэтому... А санитарная авиация, у вас было отделение санитарной авиации? У нас есть это отделение. Оно осталось. Оно осталось, это отделение, были какие-то перепития по этому поводу, но все-таки пришли к оптимальному варианту, что оно нужно, чтобы было все-таки на базе Гродненской областной клинической больницы. Ну, а где оно может еще быть, если это самое главное учреждение области, ну, как можно его отсоединить? Доктор, а у вас время бывает вообще личное? Вот буквально во все детали своей клиники погружены, их глубоко знаете? Ну, вы знаете, наверное, я еще в таком возрасте, когда еще пытаюсь вникать в эти все проблемы, хотя по статусу я все-таки должность заместительного врача по медицинской части, курер определенные вопросы, но на сегодняшний день, вот, исполняю обязанности главного врача, поэтому я должен знать все и должен ответить на вопрос не только ваш, а начальника управления и нашего губернатора, когда он к нам приезжает с визитом. Я считаю, что надо знать все. А личное время? Ну, вы знаете, скажу вам, стыдно. Иногда бывает, что, иногда даже бывает, какую-то газету не прочитаю, а придет какой-нибудь корреспондент, например, с газеты Республики, а вы прочитали на пятой странице, там в левом уголочке, статью. Я говорю, вы знаете, а вот вчера я другие ресурсы использовал для информирования. Сергей Владимирович, я не могу не задать такой вопрос. Ну, я знаю, что благодарности бывает много, ну, а жалобы, они уменьшаются, они тоже, наверное, есть, но все-таки при таком совершенстве медицины сегодня это должно вообще исчезнуть. Сергей Владимирович, у нас в основном благодарности бывают, и настолько их много, что мы только успеваем менять книгу замечаний и предложений. Но, к сожалению, бывают и жалобы. Но, когда начинаем вникать в эту проблему, очень часто люди оказываются, ну, как это, не любители, а даже профессионалы. Потом выясняется, что он и там жалобу написал, и там. То есть профессиональные жалобщики. Ну, я не знаю, наверное, такой и нет специальности. Но болезни такой еще нет в медицине. Ну, видно, этому человеку, он где-то в детстве, наверное, его, может быть, уронили где-то, я не знаю. Ну, он хочет людям сделать плохо. Последнее время, вот, например, и анонимки какие-то. Я бы, вот сказать честно, вот я бы не разбирал бы анонимки. Ну, как вот анонимка? Кто там что написал? А может, он придумал. А если подписался живой человеку, можно с ним встретиться, побеседовать, уточнить. Может быть, он не понял что-то. Объяснить ему. А анонимка? Ну, как вот человека убедить, если ты не знаешь, кто за ней стоит? И не могу не спросить, какой девиз вообще по жизни в медицине у доктора Тишковского? Вы знаете, наверное, такой же девиз, как и у нашего шефа. Вперед, а не шагу назад. И сердцем все делать, да? Ну, стараюсь не лукавить и стараюсь все-таки делать добро не только там близким людям, а делать всем, потому что все люди такие же, как и я, ничем от меня не отличаются. Ну, у кого-то, может, немножко там образование другое. Ну, к людям надо относиться с любовью, уважать их, кем бы они ни были. И помогать им быть здоровыми. Ну, это, наверное, уже до конца дней моих я буду только этим и заниматься. Спасибо большое. Вот такой вот человек интересный был моим сегодня званым гостем. Доктор Тишковский Сергей Владимирович, исполняющий обязанности главного врача Гройницко-областной клинической больницы на время его болезни. И человек, который, ну, я давно планировал тему эту проговорить с руководством областной больницы. Вот что у него состоялось. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое за то, что пригласили. И я сегодня имел возможность пообщаться с таким человеком, как вы. Ну, а мне приятно было вас показать нашим зрителям. И пожелать, хочу всем вам все-таки берегите свое здоровье. Лучше не болеть. Лучше не болеть, хотя медицина, вы увидели сегодня у нас, поднялась до очень больших высот. Но берегите себя. Наша передача сегодня завершена. Я хочу пожелать вам доброго здоровья. И, естественно, встретимся снова на телеканале Гродно+. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова